Друзья, мир всем! На пороге лета, уже середина, подходит время сенокоса И каждый крестьянин, естественно, готовится к этому мероприятию очень серьезно Потому что от этого зависит зима, как ты подготовишься, соответственно И вообще, любая коса, ну там коса, серб, не знаю, хозяйство Это необходимый инструмент, который нужен тебе даже и без покоса Где-то подкосить что-то там дома, не знаю, крапивку, траву какую-то В больших объемах люди готовят большие косилки, трактора и так далее, рулонники Вот, я сегодня хотел представить одну очень удивительную вещь, косу Хотел небольшую предысторию рассказать Смотрел фильм документальный про космос И вот там ученые, астронавты показывают большие перископы, всякие галактики, туманности, все такое Вот они говорят, ну рассуждают о происхождении, значит, жизни, там, не знаю, земли и так далее И говорят, нам такие интересные фразы Нам кажется, мы предполагаем То есть и вот на вот этих вот нам кажется Потом дальше они строят там уже такие серьезные обоснования Вот, давайте, хотел сегодня предложить такой интересный момент Ну, что-то, что-то типа вот таких выражений То есть представим, что Представим, просто представим Вот у меня такая коса Коса производства Made in Russia Russia Federation То есть, ну вот видно, да? Я ее даже комментировать не буду пока Вот Отставим ее И дальше представим Made in USA Company SpaceX Elon Musk Я немножко волнуюсь Потому что первый раз держу такое произведение в руках Трепетно очень открываю Вот, вы представляете? Здесь уже брусок лежит То есть я вот, честно, я вот сейчас только его увидел Как я его не потерял? Хороший брусок, между прочим Вот Дальше Значит Просто настолько приятно Вы смотрите, какая Как это, аэродинамика, да? Называется То есть По всей видимости Ну, сопротивление воздуха будет меньше То есть, по идее, эта коса должна летать просто Вот Вы посмотрите, какие ручки Ручки с Значит, с возможностью регулировки Сразу, да? Вот это шпунтики такие Все То есть, Илон Маск Ай да, Илон Маск Вот Вот так вот берем Сейчас мы ее сделаем Значит Вот так опускаем ее Ага Тут вот Значит, тут ошиб Сейчас мы ее открутим И вставим его туда Опять же Все это делается То есть Не надо никаких там Саморезов Там что-то Я не знаю Каких-то Усилений И так далее Значит, я взял Плоскогубцы Да, чтобы немножечко Подтянуть Сразу оговорюсь Что Уже видел такую Косу И Болт 1 Она обязательно нуждается Во втором Ну, второй болт В общем, должен быть Его мы просверлим Ну, по скажем Принудительном порядке Для того, чтобы Ну, просто усилить Вот, пожалуй Такой момент Ну, что-то, что-то Илон Не доработал Как-то, не знаю Видать, сам не косил, наверное Вот Поэтому Я так думаю Интересно, да? Коса сюда А ручки сюда По-моему По-моему, что-то тут не то Значит, мы должны, наверное Как-то эти ручки Вытащить сначала Наверное Я так думаю, что ручки Должны быть В обратную сторону Вот Сейчас мы это дело Подправим Вот так Вот Опять же Легким движением руки Да Чик Вот Значит Вот эта ручка Как учил Меня мой дедушка Которую я не помню Значит Должна быть На уровне пупка Вот Ну, на самом деле Учили дядьки нас Дедушка я не помню Ни того, ни другого Вот Вот Понимаете Вот То есть видно, что Очень удобно Ну, по крайней мере Видно пока То есть, как говорится Коси и коси Живи в деревне Пожалуйста То есть, все есть Но ведь нет же Все хотят жить в квартире Никто не хочет в деревню ехать Вот Ну, да ладно Я думаю, что Это просто Невероятное изобретение Плюс 30 К выносливости Это очень много Ну, и не знаю Скорости там тоже Плюс 20, наверное Вообще Сейчас мы пойдем ее и спробуем Вот видите Тут специально, чтобы не порезаться Даже есть такая вот штучка Сейчас Чуть мы ее аккуратно сняли Так, надо одеть кепку Значит Мы ее немножко поточим Чтобы поточить Нужно ее куда-то упереть Лучше в деревянные, конечно Ну, вот Господи благословим Ну, не так сначала Как нас учили дядьки Раньше так всегда делали Так, брусок берем с собой Потому что он нам нужен будет Тест номер один Ну, кстати К слову сказать Я хотел чуть-чуть вернуться буквально Да К нашей Так скажем Советской разработке Ну, точнее Даже не к советской разработке Сразу видно То есть Русский мужик Сломалась вот Черенок, да Тут усилил таким этим Ну, бруском Тут куча саморезов То есть это понятно Это утяжеляет Это неудобно Ручка болтается Тут вот тоже уже Какие-то хомуты Тут Вообще Там Здесь слез смотреть нельзя Вот Но я думаю Что, наверное, варежки Надо взять Чтобы мозоли не натереть Потому что Пожалуй, косой Буду косить Ну, не первый раз В этом году Ну, пойдемте на поле Итак, пожалуй Возьмем Вот эту полоску Для эксперимента Господи, благослови Чтоб себе Такой мега Косой Не откосить Ни руки Ни ноги Надо все с молитвой делать Ну, все Так У нас выясняется Что Коса, во-первых Не отбита Это и так понятно Да? Еще посильнее потачу Завтра я ее попытаюсь Убить Придумать что-нибудь Ну, и, конечно Коси Коса Покороса Вот Когда трава сухая Косится уже очень плохо Ну, это мы просто тестируем Поэтому Я Тестирую как есть А завтра пока рассадочная Надо будет Встать пораньше Ну, она тухая Как валенок Понятное дело Потому что Нерабочая Тут даже Вот еще Наклеечка висит Вот Поэтому Завтра мы Подготавливаемся Получше Я ее Потачу Тут отобью Как смогу Вот И вот эти ручки Конечно, надо подкрутить Слабенько так все Ну, я, кстати Сам плохо подкрутил Наверное Не знаю Ну, по крайней мере Есть возможность Срегулировать Я уж не знаю Хорошо это или плохо Как бы еще не сорвать Вот Ну, ладно Все Поэтому до завтра На сегодня эксперименты окончены Ну, что вот тут Написано Значит Наклеечка есть такая Написано Отбита Заточена К работе готова Вранье Сущее вранье Зачем Что это за Пиар-ход Такой Вот Наклеечка Понимаешь Это везде Все на вранье То есть Я взял Она абсолютно Тупая Не отбита Не заточена Вот Мало того Что Я думал Отбить ее Значит Это Для того Чтобы отбивать Нужно специально Такое приспособление Я видел У старшего поколения В общем Было раньше На пеньке Там она Такая штучка С шариком Так Туда Засовываешь В прорезь И отбиваешь Можно еще Какими-то другими Судьбами Если все это Сложно В общем Я придумал Болгаркой Беру Так И точу И она Это уменьшает Ну собственно Как будто бы Отбивает Не знаю Ну помогает Поэтому Попробую Сейчас Я уже так делал Еще попробую Возможно Уже И Продолжение следует... Теперь, когда я с двух сторон подточил немножко, теперь уже можно бруском поработать. Все-таки болгаркой все равно чуть-чуть я уменьшил. То есть понятно, что этого хватит на немного, потому что я достаточно быстро, недолго, поводил туда-сюда. Потом, в общем, еще так поделаю. Потому что я вчера взял, начал косить, то есть вообще не косит. Поэтому я даже не ощутил на себе это суперинновационное изобретение, его намазка. Но обязательно потом в конце сделаем вывод. Давай, говори по-моему. Ну, трапиву-то понятно. Трапиву не показать, надо траву пробовать. Посмотрю, вот по одному и тому же месту несколько раз. Сейчас надо ее еще поточить. Еще раз болгарочкой пройдусь. Ну, тупая вот. Вот я вот голыми пальцами даже. Надо ее еще уменьшить. Расстояние вот здесь вот. То есть вот как отбивают, значит, взять угол побольше. Вот так и сделаю. Прошло уже некоторое время с того момента, когда я по своему методу, так скажем, отбивал косу, то есть, ну, болгаркой. Вот не знаю, я ничего другого не придумал. И, конечно, после того, как я произвел такие манипуляции с ней, заточил ее, значит, я косил. Ну, там, сейчас уже видно, что уже не утро. Коси коса пока роса. Сейчас надо было подкосить. Вот я подкосил небольшую полоску. В общем, когда я это сделал, коса прекрасно косит. Очень удобно. Еще раз хочу подметить. Ну, и просто прям видно, да, было, что вот прям хорошо все получилось у нас. Значит, а теперь, что касается этой косы, теперь если вернуться в реальность и ничего не представлять, то я представляю косу российского производства, Made in Russia. Значит, конкретно чьи фирмы. Вот здесь вот наклеечка была. Я косу там положил, пока что-то надел. Козы гуляли, взяли, сожрали мне наклейку. Поэтому, к сожалению, я не смогу сказать, чья это фирма, хотя бы какой город, производитель. Вот, может быть, там в начале ролика видно. И вот это... Наконец-то, наконец-то кто-то понял. Понял, вот вроде, ну, пустяшная вещь, да, там коса. Казалось бы, что можно еще придумать лучше? Вот, кто-то догадался сделать вот такой изгиб, который очень удобный. Ручки там на этих, на барашках. Вот, то есть молодцы. Вот, поэтому, подводя итог всему по вот этой косе итог такой можно одним предложением сказать, как это говорят. То есть это наше производство. Я очень рад за них. А нашему другу американскому, можно сказать, ну, как тебе такое, Илон Маск? Я очень рада. Продолжение следует...